Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Кааряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. РТР Молдова, ретрансляция торжественного парада, посвященному празднику 9 мая, не нарушил положение статьи 9 пункта 2 кодекса об аудиовизуале, который предусматривает обеспечение информационной безопасности Республика Молдова. Такое заявление было сделано сегодня руководством телеканала на заседании КСТР, который посчитал парад именно военной передачей из России и оштрафовал наш канал за ее ретрансляцию. По мнению генерального директора РТР Молдова, такая санкция сама по себе абсурдная и субъективная, так как статья 9 предусматривает то, что разрешается, а не то, что запрещается. Телеканал РТР Молдова наряду с другими с начала этого года находился под мониторингом координационного совета. Так, КСТР взял под надзор соблюдение измененной статьи 9 пункта 2-1 подпункта кодекса об аудиовизуале, который предусматривает следующее. В целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям и распространительным программ трансляцию программ телевидения и радио с информационным и информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канаде, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Сегодня координационный совет, представляя свой отчет по результатам данного мониторинга, посчитал, что телеканал РТР Молдова нарушил положение той самой статьи 9-й, когда ретранслировал в прямом эфире торжественный парад из Москвы. Отметим, что по данным официального измерителя телеаудитории в Молдове, парад смотрели 120 тысяч телезрителей. Тем временем, по мнению членов КСТР, такой парад несет в себе угрозу. И, как выразился председатель совета Драга Швикл, некоторыми может подразумеваться даже как нападение. Ну, как вы говорите, что это не военная передача, если там дефилирует именно военная техника. Они там показывают свой потенциал, свою боевую готовность. Для кого-то для обороны, а для кого-то для нападения. С мнением членов КСТР категорично не согласились представители телеканала РТР Молдова. Они отметили, что с точки зрения юриспруденции, статья 9-й содержит только то, что законом разрешается. Но никак не то, что законом запрещено. Поскольку нет вообще каких-либо указаний на определенные ограничения и запреты, то и вывод о существующих нарушениях противоречит букве закона, уверяет адвокат телеканала. В законе указывается на то, что разрешается, а не то, что запрещается. То есть должно быть так, запрещается ретрансляция программ, ИС и так далее. Но в данной статье не содержится этой части, поэтому я не могу быть наказан за то, чего не совершал. Также, по мнению гендиректора телеканала РТР Молдова, члены КСТР сами себе противоречат, когда утверждают, что парад 9 мая подпадает под понятие «военная передача», как указано в статье 9 пункта 2 первого подпункта кодекса об аудиторизуале, так как она была продуктом, который представил местный канал РТР Молдова и никак не канал из России. О том, что положение статьи 9 пункта 2 первого подпункта кодекса об аудиторизуале содержит явные противоречия и пробелы, говорят и сами эксперты в сфере юриспруденции. Так, по мнению адвоката, представителя общественной ассоциации Центра инициативы и мониторинга публичных властей ОНА Дрона, если какой-либо закон не содержит части, где указываются четкие запреты на что-либо и, соответственно, санкции за их нарушения, то и какие-либо карательные меры не могут применяться. Давайте порассуждаем, насколько конкретен этот закон. Цель его принятия было исключение с информационного рынка Молдовы, информационных, информационно-аналитических и военных передач из России. А на самом деле такого положения в данном законе нет. Если мы читаем этот закон, который начинается со слов «разрешается», то такой закон носит разрешительный характер и никак не заставляет иметь обязательный характер поведение для телерадиовещателей из Республики Молдова. Это очень странно санкционировать кого-либо за текст закона, начинающегося со слов «разрешается». Таким образом, руководство РТР Молдова считает, что в Молдове нет законодательного запрета на ретрансляцию информационных, аналитических и военных передач из России. А, соответственно, телеканалам не были допущены какие-либо нарушения статьи 9 пункта 2-1 под пункта Кодекса о телевидении и радио. Сегодняшнее решение КСТР будет обжаловано в суде. Тем временем телеканал РТР Молдова благодарит своих телезрителей за поддержку в этом вопросе. В социальных сетях и в рубриках с комментариями различных новостных порталов тысячи людей высказываются в защиту нашего телеканала. Помимо этого, ряд телезрителей выразили даже предложение поддержать РТР Молдова с финансовой точки зрения, открыть счеты и собирать средства на оплату штрафа. Приглашают всех тех, кто получил удовольствие от просмотра в прямом эфире парада победы с Красной площади. «Еще раз выражаем вам благодарность за верность», написал один из телезрителей. Телеканал РТР Молдова благодарит еще раз всех и обещает, что будет всегда верен своим зрителям. А далее о других законах и их трактовках. Некоторые положения регламента об осуществлении торговой деятельности в Кишинел нарушают закон о конкуренции, поэтому должны быть аннулированы. С таким требованием Совет по конкуренции обратился к столичному муниципальному совету. Какие аргументы привел национальный регулятор в пользу отмены закона? Расскажем далее. Ряд положений регламента об осуществлении торговой деятельности в Кишинел нарушают закон о конкуренции и ограничивают право экономических агентов осуществлять предпринимательскую деятельность на одном и том же рынке. Так считает Совет по конкуренции, который требует отменить эти положения документа. В частности, один из подпунктов регламента гласит, что точки мелкооптовой торговли могут находиться на расстоянии не менее 50 метров от стационарных торговых предприятий и предприятий общественного питания. В другом говорится о запрете размещать ларьки на расстоянии менее 250 метров от входа в стационарные коммерческие единицы. Речь идет о киосках, в которых планируется продавать продукцию, аналогичной той, что реализуется в указанных единицах. Именно эти положения, по мнению Совета по конкуренции, создают предпринимателям антиконкурентные условия, на основании чего и должны быть аннулированы. С таким требованием национальный регулятор выступил после того, как экономический агент, торгующий фруктами, овощами и бакалейными товарами в ларьке по улице Каля Архейлуй, подал жалобу в Совет по конкуренции. В ней он сослался на то, что регламент об осуществлении торговой деятельности в Кишинел содержит антиконкурентные положения. Как сообщили в Главном управлении торговли мэрии муниципия Кишинел, соответствующее обращение поступило месяц назад и в настоящее время находится на рассмотрении. Продолжаем выпуск. Свыше 15 тысяч кандидатов сдают сегодня, 8 июня, экзамен по языку обучения. Из них около 13 тысяч кандидатов пишут экзамен по румынскому языку и литературе, а больше 2 тысяч по русскому языку и литературе. Для написания тестирования открыты 92 центра. Отметим, что это уже второй экзамен на степень бакалавра в рамках сессии 2018 года. Первый состоялся 5 июня. Тогда свои знания по румынскому языку и литературе проверяли выпускники, для которых государственный язык не является родным. Тестирование писали свыше 2900 учащихся нашей страны. А последний экзамен, напомним, пройдет 22 июня. Всего к тестированию допущено 18 150 кандидатов. Из них более 3000 не сдали экзамены в прошлые годы. Другим темам. Новоизбранный мэр муниципи Акишнео Андрей Анастасия заявил, что ему ничто не мешает баллотироваться на парламентские выборы осенью этого года, однако делать этого он не собирается. Такое заявление Анастасия сделал в эфире передачи одного из частных телеканалов. Он уточнил, что намерен остаться в мэрии, чтобы довести до конца свой мандат и убедить людей в том, что он достойный второго мандата во имя изменений в столице и во всей стране. Кроме того, для того, чтобы улучшить благосостояние Молдовы, новоизбранный мэр поможет проевропейским и антиолигархическим силам попасть в парламент во имя изменений к лучшему. Напомним, что во втором туре местных выборов Андрей Анастасия опередил кандидату от партии социалистов Иона Чебана. В Национальном архиве завершили оцифровку метрических книг, которые вели в церквях Бессарабии с 1809 по 1930 год. Там можно найти записи о рождении, бракосочетаниях и смерти, необходимые для составления генеалогического древа. Информацию разместили на 5-ти миллионных страницах. Объем этих данных 24 терабайта. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Стали известны подробности содержания в тюрьме бывшего премьер-министра Молдовы экс-председателя партии ЛДПМ Влада Филата. Как рассказал вице-председатель ЛДПМ Вадим Пестринчук в эфире передачи на одном из частных телеканалов, Филата периодически навещает его коллеги, а сам он не жалуется на условия содержания. Однако очевидно отметил Пестринчук, что Филата беспокоит положение, в котором он находится. Что же касается текущей ситуации в стране, бывший премьер читает, а также смотрит телевизор, поэтому в курсе всего происходящего, заявил вице-глава ЛДПМ. Председатель демократической партии Молдовы Влад Плохотнюк встретился в США с конгрессменом от Техаса Тедом Пом. Политики обсуждали экономическую ситуацию в стране, реализацию реформ, урегулирование Приднестровской проблемы, укрепление энергетической безопасности нашей страны. Влад Плохотнюк заявил также, что ДПМ обязуется поддерживать прозападный путь развития Молдовы с тем, чтобы она стала комфортной для ее граждан и привлекательной для инвестиций. Американский конгрессмен, в свою очередь, отметил прогресс Молдовы за последнее время и подтвердил свою поддержку дальнейшего развития отношений между США и РМ. За последние сутки служба скорой медицинской помощи приняла свыше 2000 запросов, поступивших из разных районов страны. Из них более 400 касаются несовершеннолетних детей. По данным Национального центра неотложной медицинской помощи почти 340 обращений поступило в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, свыше 300 с неврологическими и почти столько же с респираторными чрезвычайными ситуациями. Кроме того, за последние 24 часа в Молдове произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четверо взрослых и двое детей. Завершился ежегодный объезд полей, традиционно проводимый главой Гагаузии и комиссии агропромышленного комплекса «Автономии». В состав делегации, помимо Башкана Ирины Влах, вошли сотрудники управления агропромышленного комплекса, депутаты Народного собрания Гагаузии, представители администрации районов. За три рабочих дня им удалось посетить практически каждое аграрное хозяйство «Автономии» и пообщаться с местными сельхозпроизводителями. Башкан призвала фермеров активно воспользоваться региональным фондом субсидирования отраслей сельского хозяйства, который впервые заработал в этом году. Его бюджет составляет 6,5 миллионов леев. Экономических агентов непризнанной ПМР призывают присоединиться к меморандуму о социальной ответственности бизнеса. С таким обращением выступило Министерство социальной защиты и труда региона. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, основная цель меморандума – улучшение качества жизни населения региона, имиджа и деловой репутации организации, а также рост капитализации и конкурентноспособности. Присоединение предпринимателей к этому меморандуму будет способствовать созданию благоприятного делового климата в организациях и регионе, развитию гражданского общества, а также повышению инвестиционной привлекательности экономики региона, говорится на сайте Министерства социальной защиты и труда непризнанной ПМР. Продолжаем выпуск. Новая цеплица и современная лаборатория для производства винограда. В научно-практическом институте садоводства виноградарства и пищевых технологий были закуплены современные технологии, которые помогут ученым выращивать качественный посадочный материал для виноградных плантаций. Проект осуществлен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию и программы Румынии по сотрудничеству и развитию. В научно-практическом институте садоводства, виноградарства и пищевых технологий новые лаборатории для выращивания посадочного материала для винограда. В кабинеты была закуплена современная техника, а также другие необходимые материалы. Лаборатории были полностью восстановлены при финансовой поддержке программы Румынии по сотрудничеству и развитию РОЭЙД. То, что мы сделали сегодня, это часть долгосрочного обязательства, которое Румыния взяла на себя, а именно поддержка европейского курса развития Молдовы. И посредством таких усилий мы показываем пример работы, которая принесет пользу всем гражданам Молдовы. Всего на ремонт лабораторий института программа РОЭЙД выделила финансовую поддержку в размере 30 тысяч долларов США. Весь посадочный материал, полученный в лаборатории, потом подлежит акклиматизации в новой теплице, также оборудованной современными технологиями. Ее строительство профинансировало агентство США по международному развитию USAID на сумму в 45 тысяч долларов. Технология, представленная нашими коллегами из Румынии, утраивает производство винограда в расчете на гектар, а это означает больше прибыли для сельхозпроизводителей, больше рабочих мест и более высокие заработные платы. А при создании этой лаборатории и этой теплицы правительство США и Румынии помогли правительству Молдовы в создании рабочих мест для молодых граждан. Работа в лаборатории и теплице нацелена в основном на выращивание материала для столовых сортов винограда. Сейчас Молдова сталкивается с рядом проблем в этой сфере. Но основное – создание некачественного посадочного материала и, соответственно, самого винограда, который впоследствии тяжело экспортировать за рубеж. По словам директора института Константина Даду, несмотря на профессионализм, рабочие и ученые не могли похвастаться эффективностью своей работы именно из-за старого оборудования и теплиц. Ситуация, в которой сейчас находятся не только Молдова, но и другие страны, где развивается виноградарство, заставляет нас использовать при выращивании винограда развитый в фитосанитарном плане посадочный материал. Согласно статистике, доля столового винограда составляет от 45 до 55% из общего объема новых виноградных плантаций. Из них 25% экспортируются в Евросоюз. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести и мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Почти 4,5 часа прямого эфира, миллионы обращений и острейшие вопросы от состава правительства, ставок налогов и цен на бензин до конкретных проблем отдельных граждан. В рамках прямой линии, прошедшей накануне в Москве, президент России Владимир Путин успел ответить почти на 80 вопросов, причем некоторые его ответы прямо в ходе программы начали притворяться в решения и на местах, и на общегосударственном уровне. Сразу же, сразу же с администрации города Томска мне поступил звонок. У Натальи Журовой многодетной матери из Томска уже сегодня вечером встреча с губернатором. Между звонком на прямую линию Путина и ответным звонком местных чиновников прошли считанные минуты. Только имея четырех детей и более, вы только получите землю, а имея трех детей, от трех детей, вы стоите на общей очереди. Для меня несколько странно, действительно, вот эта постановка вопроса, когда говорят, что для того, чтобы получить землю, нужно иметь не менее четырех детей. Давайте послушаем губернатора. Ну, знаете, иногда, к сожалению, среди чиновников кто-то, наверное, не смог сказать и рассказать о всех тех правах, которые у нее есть. Я с ней лично встречусь и вам лично, Владимир Владимирович, докажу. С ней, это с Натальей Николаевной, да, первое. Второе, вы сказали о чиновниках, которые там чего-то не понимают. Надо понять, кто эти чиновники. Это было главное нововведение нынешней прямой линии. Губернаторы тоже на связи. Ответственность не только перед своими регионами, но уже перед всей страной. Алтайский край. Попытка закрыть школу в селе. Я не хочу уезжать. Мы 40 лет прожили здесь. Если школу закроют, село умрет. Я бы хотел, чтобы губернатор, он сейчас у нас на связи, исполняющий обязанности губернатора, чтобы он обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу. Считаю, что это нужно сделать. Вопрос будет решен. У школы есть будущее и у села тоже есть будущее. Путину напоминают, как несколько лет назад он сказал, что российская экономика проходит через серую полосу. А что сейчас? Если говорить вот такими категориями, белые, черные, серые, в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост. России более того нужен прорыв, настаивает президент. Это вопрос будущего страны. Одной из обсуждаемых тем стал предстоящий чемпионат мира по футболу, а также спортивная инфраструктура, которая останется по его окончании. Все объекты, стадионы, площадки должны быть обязательно загружены и после мирового первенства, говорит президент России и обращается к губернаторам. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникали какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий и такое использование этих замечательных объектов. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, выступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Про внешнюю политику спрашивали очень много. Такое ощущение, что Россия виновата во всем. Когда закончится это давление? Закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации. Будет ли Третья мировая война? Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему. Он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вести с помощью камней и палок. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. Вот выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне – это попытка сломать этот стратегический паритет. Количество вопросов исчислялось цифрами с шестью нулями. Так, несколько раз за программу ведущие переходили в режим БЛИЦ. Что вы делаете в тех случаях, когда вы не знаете, что делать? Вы знаете, есть такое правило у автомобилистов – не уверен, не обгоняет. Вам что-то приходилось смеяться над собой? Ну, часто. Я часто это делаю. Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа? Вот на ваш вопрос трудно дать ответ, но я могу сказать, что если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать. О российском гражданстве мечтают десятки тысяч человек. Те, кто хоть и родился не в России, но по крови, по духу считают себя русским. Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано с сферой приобретения российского гражданства. Путин предложил менюстру внутренних дел Колокольцеву поработать над совершенствованием действующего законодательства. По окончании прямой линии российский президент встретился с журналистами. В общей сложности, учитывая еще и выход к прессе, глава государства отвечал на вопросы пять часов подряд. Итоговые документы открывающегося сегодня в Канаде саммита Большой Семерки могут быть подписаны и без Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Отметим, хозяин Белого дома на встрече окажется в изоляции. В свою очередь в Вашингтоне заявили, Трамп улетит из Канады, не дожидаясь завершения саммита. Так чем же американский президент сумел настроить против себя своих ближайших союзников, расскажем в следующем репортаже. Телефонные переговоры с Трампом это как сосиска, об их содержимом лучше не знать. В этой шутке французского президента Макрона оказалась критически большая доля правды. На себе проверил канадский премьер Трюдо, который тоже поговорил с Трампом по телефону и по данным СНН услышал вот это. Господин Трюдо добивался от американского президента ответа, как для оправдания новых пошлин тот может говорить о том, что это вопрос национальной безопасности. По всей видимости, господин Трамп в ответ заявил следующее. А разве не вы, ребята, сожгли Белый дом? Проблема даже не в том, что это далекие события 1812 года, а в том, что в ходе англо-американской войны Белый дом сожгли не канадские, а британские солдаты. Канады как государство в те времена еще даже не существовало. Но разве это имеет значение для Дональда Трампа, который увлеченно переписывает новейшую историю евроатлантических отношений? США – экономически сильная страна, но если они продолжат политику изоляции и грубой гегемонии, если они отдалятся от своих ценностей и от той роли, которую они играют на международной арене, то сами же от этого и пострадают. Накануне саммита J7 шестеро участников пытаются активно дружить против одного США и при этом понимают сценарий, что Трамп передумает и отменит пошлины на стали алюминий и антииранские санкции из ряда фантастики. Власти Швеции вслед за Финляндией и Германией окончательно одобрили строительство газопровода «Северный поток-2». Уже выдано разрешение на прокладку труб в шведской акватории. Этот участок газопровода наиболее протяженный, его длина более 500 километров. Таким образом, единственная страна, которая пока не определилась о своей позиции по масштабному проекту – это Дания. А следующие кадры мы получили из Краснодара. Туда прошлым вечером прибыла сборная Испании по футболу. Сразу из аэропорта команда отправилась на тренировочную базу. До начала чемпионата мира осталось меньше недели. И все города, где пройдут матчи, тоже ждут гостей. Так, в Санкт-Петербурге уже готовы встретить 400 тысяч болельщиков. О том, чем удивит игроков и фанатов северной столицы России – наш следующий репортаж. Это совсем новый Петербург. Не классический, но парадный. Новый стадион, новые мосты и павильоны новых станций метро создают футуристический архитектурный ансамбль. Арена Санкт-Петербург будто парит над Крестовским островом. Раздвижная крыша на восьми пилонах, выкатанное поле, чтобы не портить высокое качество газона. В период, когда здесь не будут играть футбол, поле будет располагаться за пределами стадиона. Вокруг кружева дорог изящные ванты перекликаются с вантами всех новейших переправ, построенных чемпионату. Похоже то ли на паруса, то ли на трубы океанского лайнера. Встроенный в западный скоростной диаметр мост Бетанкуры – последнее звено магистрали без светофорного движения. Теперь от Пулкова до Санкт-Петербург-арены вместо двух часов путь занимает всего 20 минут. К чемпионату рядом со стадионом построены сразу две новые станции метро. Еще недавно здесь плескались волны Финского залива, а теперь об этом напоминают лишь по новей стебюлях. Здесь курсирует 27 новых составов. На иностранных языках перед чемпионатом мира заговорила и петербургская полиция. Люди в форме смогут не только разрешить споры между фанатами, но и объяснить, как добраться до Эрмитажа. В Петербурге будут базироваться сборные пяти стран. Команды разместятся в живописных пригородах. На арене Санкт-Петербург пройдут матчи группового этапа 1-8 и 1-4 финала. Кроме того, здесь развернется борьба за второе и третье место. Помимо сборных России, здесь сыграют команды Бразилии, Аргентины, Марокко, Египта, Коста-Рики, Ирана и Нигерии. Натуральные газоны с подогревом и автоматическим поливом, современные тренажерные залы, просторные трибуны и спортивные корпуса. Все это богатое наследие уже после окончания чемпионата достанется детской и юношеским спортивным школам. Один на всех и всех. Все, да! Его знают в Петербурге не только как известного артиста. Михаил Боярский – один из самых преданных болельщиков «Зенита». В дни подготовки и проведения чемпионата он – почетный посол FIFA. Все флаги в гости будут к нам и заиграем на просторе, потому что футбол для Петербурга – главный спортивный праздник. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует... Продолжение следует...